Ну вот, на следующий день, вот он хваленый буржуа, покоцался уже по краям, вот видно, что край ногти как порублено все, вот, посмотрите на указательный, если видно на контрасте, уже выглядит неаккуратно, в принципе, может быть на рынок и можно сходить в таком виде, но я уже склоняюсь к тому, чтобы вытереть. Вот он, этот лак, очень многим нравится, не знаю почему, но вижу я в нем недостатки, я уже про них рассказала, этот Dance Legend повел себя получше, как ни странно, я не ожидала, смотрите, края ровные на следующий день, хотя, конечно, не совсем справедливо, это левая рука, там правая, правая, понятное дело, больше я работала и посуду мыла, и все такое, вот здесь немножко отъехал уголок, также вот пленочка поднялась и оторвалась, но раньше у меня все покрытие прямо с ногтя сходило, может быть что-то произошло, может быть он постоял, одумался или услышал, что у него последний испытательный срок заканчивается, вроде пока все нормально, а с этим не знаю, что делать с этой башней, выбрасывать пока не буду, оставлю, потому что на какой-нибудь вариант маникюра, что вот, например, не на все руки, наверное, а так, если один ноготок желтым накрасить, чтобы он был в таком оттенке, наверное, мне пригодится, пока оставлю. Йоу, камон, привет, клевый пипл, хожу на улице в очках, потому что очень много выпало снега и не слепят глаза, и особенно я это болезненно ощущаю, не выспавшись, вообще торможу страшно, была сейчас только что в магазине, подразумеваю одно, мне дают другое, потому что оказывается, что я назвала совершенно не то, что имела в виду, потом о том, что не дают сдачи, я вообще не помню, это прилетает мимо взмыва сознания, и чувствую, что вроде все нормально, спать я не хочу, и даже могу как-то куда-то ходить, но ощущение ступнутости пыльным мешком из-за угла присутствует, вот, но сегодня уже намного, намного лучше, проснулась я по-прежнему до того, как прозвенел будильник, я не знаю, с чем это связано и как это возможно, учитывая, что в других обстоятельствах я могу спать, несмотря на какой будильник, даже не услышав его, или просто в каком-то коматозе его автоматически отключив, но тем не менее, какой-то прогресс есть, потому что вот уже идет третий день нашей стройки, и я чувствую, что улучшение, конечно, есть. Как в одном из интервью рассказывал Гудь, это фронтмен группы Google Бортелла, я для себя открыл день. Прогулка на улице, она бодрит, поэтому я запланировала сегодня выход в город по всяким делам сразу на первую половину дня, то есть утро, пробуждение, завтрак, сбор тайр-бара с товарами, и после этого сразу же по делам. Есть в этом безусловные плюсы, потому что какие-то дела, которые нужно сделать, и которые зависят от работы учреждения, например, мне сегодня нужно было отправить деньги. Я вчера не успела этого сделать, потому что я пришла в банк, а он работает до шести, а я думала, что он до семи, я не сообразила, что рядом есть такой же, который работает до семи, там тоже такая функция есть, ушла, они словно хлебавшие, а там уже ждут и спрашивают, когда же, когда же. И в общем, я сегодня решила прямо сразу взять БК за рога и сделать все это прямо сразу. Была в ветеринарном магазине, купила кое-что прикольное, сейчас покажу. Вот уже, осматривает, исследует, интересуется. Я рассказывала как-то, у меня в рюкзаке был фарш куриный купленный, так это ж нашла по запаху. И вот эту молнию, уж не знаю как, но расстегнула. Залезла, значит, туда, угостилась, и теперь она обязательно проверяет рюкзак в наличии там чего-нибудь, потому что знает, может быть что-то. Особенно прикольно, как она в большие рюкзаки залезает, такие туристические. Там сидит, что-то ищет, ждет. Ух ты, ух ты! Нашла, нашла, нашла. Ну, короче, купила я такую игрушку, называется удочка для игры. Удочка-дразнилка с черно-белой мышью. Уже, значит, она ее нашла, попробовала на вкус. И, в общем, из всех вариантов игрушек, которые я раньше покупала и пробовала, это одна из самых удачных. Кошка действительно интересуется, бегает, хватает. Вот, вещь не очень долго служит, потому что начинают выдираться перья из хвоста, отрывается отсюда, отсюда. Ну, в общем, хватает ненадолго. Если подороже, ну, в принципе, как бы надольше. Если подешевле, то может даже при первой игре все сломаться. Ну, в общем, какая была, такую я и купила. Стоит 88 рублей 60 копеек. Ну, и сидит, смотрит. Но, если честно, вообще... Ну, это не самый лучший вариант удочки, потому что еще более прикольный, когда веревочка пропущена внутри трубки. И с двух концов две игрушки. То есть, они так вот на противовес работают. И тогда у вас есть возможность прикольно регулировать длину веревки, на которой прикреплена игрушка. Кошка вообще от этого сходит с ума, потому что здесь вы только можете, ну, как-то поднимать, лавировать и развлекать ее. А там более тонкая настройка возможна, потому что вы можете с другого конца подергивать эту веревку. Ага, все, уже поймала. Уже поймала. С другого конца дергать веревку, и тогда она подтягивается, или опускается. И у кошки получается меньше шансов поймать игрушку, а у вас больше шансов ее подразнить. В общем, получается игра еще более остросюжетная. Играть, конечно, с кошками надо, потому что все проблемы гиподинамии, лишнего веса, тоже их касаются, потому что часто мы их угощаем больше, чем это бы надо. Ага, ну вот. Ага, все, ага, понесла, понесла. Фикс 2. А ты думала, поймала и твое? Нет, нет, ничего подобного. Вот, ну к тому же это еще фан для вашего питомца. Вот, вот, понесла к себе в логово. Ага, ага, не получается, не получается. Но рано или поздно она оторвется, конечно. Будем надеяться, что позднее, чем рано. Я не знаю, как у вас, у кого вот есть кошки. Это просто требует. Просто может даже нападать и требует, чтобы с ней поиграли. У меня начинается вечерний бисюн. Ага. И самая любимая игра, это, конечно, всякие дразнилки, бантики на веревке. Огромные их множество. Ну и еще мы любим играть в пробку. Вот, пытается опять унести. Ничего не получается. Она бывает эту пробку прямо приносит в зубах, кладет передо мной. И требует, чтобы я ее бросала. Ну, как тут на собаку похоже такое поведение. Отдай. Оп, оп. Сейчас я не могу большую амплитуду развить. Вот, чтобы еще и показывать. Сейчас я не могу большую амплитуду. Сейчас я беру ее в начале. З그� Ahmad Junior. Я буду емко perd. Сейчас я легко креплюсь. Сейчас я беру фольфы. Власт!' Амплитуду. Здесь я беру фольф. Я беру кофе ш研т удивлитсяeng redemption. Я беру фольфом. Амплитудudo. Амплитудя г aprими. yêuка прошла в магазинах, Смотрите продолжение в следующей серии. Вторая покупка в ветеринарном магазине это Мистер Фрэш. У них есть целая серия разных продуктов. Это один из них, который я уже когда-то покупала. Называется отучение гадить для кошек. Предполагается, что если этот раствор разбрызгать в том месте, где нагадила кошка, вам бы там не хотелось, чтобы она это делала, то тогда кошка образумится и больше такого не повторится. На самом деле, на моем опыте это нисколько не действует. Потому что желание пометить какие-то предметы у кошки, по моим наблюдениям, возникает стабильно раз в месяц и связано это с ее циклами. И до тех пор, пока она будет активной в сексуальном отношении, это, скорее всего, будет продолжаться, несмотря ни на какие выхищрения. А здесь у нас что? А именно глицерин, спирт, запропиловый, эфирное масло руты. В общем, вот эту вот червоную, не червоную руту я пробовала распылять. Ничего из этого не вышло. Но стоит отметить, что запах у этого раствора весьма и весьма резкий. Крайне специфический. Но мне нравится, но мне понравилось, потому что запах кошачьих меток, он, если не отбивает, то, по крайней мере, перебивает. И в сочетании со спреем, который уничтожает кошачьи запахи, который просто у меня дома стоит, как отче наш. Без него никуда. Нет, ну серьезно, раз в месяц что-то проливается. И как ни следи, как там, не пытайся. Но все равно, в общем, кошка писается просто. В постель, на одежду. И, ну, совершенно невозможно на 100% все проконтролировать, пока она сексуально активна, не стерилизована. Это, в общем, все будет продолжаться. Я в этом уже просто уверена больше, чем никогда. Ну, в общем, на самом деле, эту штуку я купила в качестве освежителя для туалета. Я надеюсь, что никого из людей-то не отпугнет там. Делать свои дела, и они, значит, домочатся. И гости не убегут гадить в какие-то другие потаенные места. Ну, правда, вот такая у меня есть особенность. Я очень часто использую вещи не по прямому назначению, а по какому-то другому. Ну, вот конкретно в этом случае мне просто понравился этот специфический резкий запах. И я буду использовать означенным способом. И, наконец, последняя покупка на сегодня. Это миска для еды, для кошки. Я специально ее купила, потому что она такая красивая, она такая новая, и она такая маленькая. Дело в том, что, вам, наверное, известно, кошки превосходно умеют имитировать внешний вид голодного животного, заискивать, смотреть в глаза, делать из себя очень-очень несчастную маленькую лялечку, выбрашивать кусочки. И, в общем, сердце просто разрывается на части. Но ты каждый раз веришь этому бессовестному созданию, и такое ощущение, что не кормили просто никогда. Для того, чтобы предотвратить потолстение кошки до каких-то неприличных размеров, я и купила, в том числе, эту маленькую мисочку, чтобы в нее класть еду, может быть, даже несколько раз в день, но просто очень маленькими порциями. Ну, уже все рекомендуют питаться часто и маленькими порциями. Почему домашние животные должны находиться на периферии этого процесса? Ну, в общем, один этот размер будет напоминать уже о том, что переедать не нужно. Мне, наверное, тоже надо такую мисочку купить. Ну, вы только посмотрите. Вы видите это утолщение в середине? Вот этот вот огромный, огромный кошачий живот. И ведь каждый раз она смотрит так, как будто не кормили никогда. И ты веришь, и ты веришь, и все время что-то перехватывает, и вот уже она с большим трудом вообще бегает за своими бантиками. Ах! Кусака! Будем отучать тебя гадить. Отучать гадить. Понюхай, понюхай. Нравится тебе, как пахнет? Нравится? Тебе должно очень не нравиться, как это пахнет. Тебе должно очень не нравиться, как это пахнет. Это же Рута! Ты что, не знаешь? Это Рута. Смотри. Ну как, впечатляет? Как тебе? Как тебе запах? Вообще, вот видите, вообще никак. Панических атак, по крайней мере, не наблюдается. Вот так. 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 Смотри. Вот так. И вот так, похожа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok